всем привет друзья с вами рафаэль анриел и в этом видео вы увидите генератор слободяна что же произошло с вечным двигателем который был сделан изобретателем из украины который впоследствии построил лабораторию в южной корее но после того случая в двадцатом году когда его не стало все поняли что никакой новой информации про генератор не поступает и казалось бы что все уже потеряно генератор скорее всего куда-то продам перевезен и все в таком духе и разработка закончилась но тут появились новые интересные подробности о его генераторе хотел показать нашу лабораторию это генератор который мы сегодня говорили что дизайн не важен но мы считаем что уже он очень даже важен этот товарный вид генератор мы его разрабатывали очень давно вот так же у нас есть водяное свознение применяем и вот розеточная группа так же внутри халжи у нас слоботочка конечно он до конца не собран тут в режиме тестировано так же сенсорное управление монитором драйвер мотора то есть мотор уже находится внутри непосредственно генератора то есть вот этот вот маленький это подшипочный узел вот и он запускается вот от кнопки водонной кнопки вот запускаем то есть своя цель уже запустилась непосредственно 5 секунд и он уже работал аппликация вторая часть первая спасибо как у него просто устроители тут работают но это не очень какая-то никто не знает но какая-то очень гонимная также вот у нас есть водичные охлаждения электронные вот такая наша лаборатория вот еще два генератора которые мы сейчас делаем вот эти магниты которые вы видите там надо будет заменять но я думаю что это еще лет так 10 беспрерывной работы он проводил вот этот статор который мы вот это там амошная из релиза которая здесь внутри вот эта самая самокатушка вот эта зона у нее сколько у нас проводов с этим визуально надо соединять вот внутри вот тоже есть тоже мотор для одессы мотор ну тоже производственный модель это вот PCB управление с минератором вот это блок управления вот такой у нас лаборатория можно запускать его а вот у нас есть одна весная батарея с которой мы подсоединяем только для того чтобы запустить сам генератор все вот как он работает это дизайн который мы применяем он же будет закрываться на генератор вот это вот будущие модели вот так вот эти лампы которые 3 кВт 201 кВт нагрузки подключаем можно подключить показать что от генератора идет непосредственно я думаю что на планах не было этого делать мы надеемся что это видео останется потом у вас тут здесь да здесь 1 кВт 2 кВт д rb генератор слободян Such a был перевезен в Европу для доработки, модернизации и поставки уже на поток производства данных генераторов. Новость от 2021 года. В общем, сейчас посмотрим небольшой отрезок видео, где рассказывается как раз-таки про это дело, и вы увидите переводы статей. Так, сейчас я зачитаю самую суть статьи, где говорится, что произошло с этим генератором Слободяна, когда его из Кореи начали перевозить в Европу, и для чего это было сделано. После того, как Слободян Андрей погиб, при загадочных обстоятельствах якобы задохнулся от кондиционера и погиб. В итоге инвесторы и также Гайя, это тоже компания, которая совместно работала с InfinitySoft, то есть со Слободяном Андреем, изобретателем, все они договорились, что нужно продолжать дело Слободяна Андрея, то есть магнитный вечный двигатель, он должен быть произведен. Он практически был готов к производству, и они хотели как раз-таки заняться продолжением работы этого генератора. В самом начале переговоров стало очевидно, что MG10, то есть магнитный генератор 10 кВт, не может оставаться в Сеуле. Разработка рамочных условий, при которых они могут быть потрачены, была тяжелой работой и продолжалась до апреля 2021 года. В июне, наконец, пришло время коробкам с различными отдельными деталями, такие как корпуса, компоненты управления, печатные платы, программные модули и чертежи, а также частично собранную модель MG10 отправиться в долгий путь. Авиаперевозки были желанием для нас, но были отменены после нескольких запросов из-за многочисленных магнитов. С задержанной катастрофой в Суэцком канале и ее воздействием на транспортные средства MG10 наконец-таки начал свое путешествие в Европу в начале июня 2021 года, позже, чем ожидалось. На прошлой неделе посылка, наконец, прибыла, выпущена таможней. С тех пор они лихорадочно работают над каталогизацией деталей, согласованием данных чертежей с оригиналом и пошаговом получении общего представления. Как хорошо известно, самые сложные моменты всегда возникают, когда значения и данные, занесенные в каталог в письменной форме, не соответствуют фактическим протоколам измерений на самой машине. Поэтому все стороны согласны с тем, что необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы избежать случайного повреждения компонента или даже одного компонента. Поэтому мы с нетерпением ждем момента, который принесет всем нам много радости. В общем, получили они генератор, но не говорится, куда он прибыл, конечно же. Но, как мы знаем, что генератор находится где-то в Европе с 2021 года. То есть, соответственно, 2022 год практически скоро закончится, и с генератором они, видимо, работают. Пытаются либо его повторить, либо еще что-то. В итоге удалось выяснить, что генератор привезли в Англию, где начали изучать и дорабатывать, поскольку после смерти Слободяна все данные его изобретений были распределены между инвесторами. То есть, Гайя, насколько я понял, является большим инвестором, и они получили много доступа для того, чтобы закончить этот генератор. И сообщение от 2020 года, где-то в седьмом месяце, что они по-прежнему не смогли запустить этот генератор, ну, как они пишут якобы, но при этом данных у них навалом. То есть, они, возможно, не совсем понимают принцип работы, потому что любой БТГ-генератор, он работает неординарно. То есть, не то, как думают обычные физики. Единственный вариант, как может работать его генераторами на Слободяна, как он и сам говорил, у него кольцевой статор получается, и катушки на нем были. То есть, он старался как сделать, да, когда он говорил про магниты, что магнит это и есть вечный двигатель. То есть, магнит это как пружина, в которой запасено столько энергии, что хватит еще на годы вперед. В общем, я предполагаю, что его генератор работал так, что он управлял силой постоянных магнитов с помощью своих катушек. То есть, там не было какой-то непонятного эффекта, да, все было достаточно просто, как в магнитном переключателе. Когда ты переключаешь затвор, да, сила магнита постоянного, огромная сила постоянного магнита передается на притяжение, например. То есть, на притяжение какого-то огромного груза. При этом переключать сам магнитный переключатель было очень легко, что он мне неоднократно говорил, постоянно. То есть, я даже не смел подумать, что его основной генератор, возможно, так работает. Но, возможно, он действительно так работал. То есть, как магнитный переключатель. В общем, будем работать в этом плане. А сейчас, друзья, максимально важный отрезок видео. Прослушайте его очень внимательно, потому что Слободян как раз-таки говорит, по сути, раскрывает свой секрет, как работал его этот магнитный мотор. То есть, все оказалось достаточно просто. Это, по факту, магнитный переключатель. Но, может быть, оно работает и иначе. Но максимально реалистичный вариант создания этого мотора мне видится с помощью магнитного переключателя. Вот, посмотрите. Как это происходит, то есть, происходит, как я уйду на ремень, на ремень, на ремень. В смысле, в общем, есть у нас магнит, и чтобы управлять этим большим магнитом, нам нужна тоже некая энергия, но не большим. То есть, представьте, что мы можем управлять большим магнитным потоком, перенаправляя его, смещая его в любую сторону, куда он захочет. Но при этом мы управляем очень малыми токами. То есть, вот это описывается сейчас, смысл, на филиарной нашей катушке. Филиарной, очень важно. Это, это, так сказать, английский тесно, то есть, нам уходили туда. Да, то есть, ну, в данный момент уже у нас, но мы видим, как это, как это, как это, как это, поток, перенаправленный, как вот, скажем так, перенаправлено с одного соположения в другое, для этого нам действительно очень нужны малостатки энергии. Ну, управляем мы очень большим потоком, то есть, очень большая масса энергии. То есть, соответственно, то же самое, что мы говорили, что там нужно, чтобы он управлял, а не как-то там монет, которые постоянно в одном поле. Да. Ну, представьте, что мы это сделали, мы только мы сделали, мы его не сделали, но просто мы можем перенаправлять, то есть, мы можем, грубо говоря, брать энергию, перемещать ее сверху, немножко ниже. При этом задача очень мизерная. То есть, этот способ, ну, даже, мы его не промоклируем, покажу, почему это работает. Потому что магнит себя попытается склицеваться, то есть, ему нужно первое кольцо, то есть, в любую систему ему нужно склицеваться. Представляете, что у нас есть два незамплодных кольца. Два незамплодных кольца, которые проходят через магнит. И в одном кольце мы можем, в одном кольце управляем, скажем так, что мы можем управлять потоками. То есть, если мы управляем магнитный ключ, то кольцо первое замыкается. И вся энергия магнитная замыкается в этом кольце. Если мы подаем напряжение в специальный сигнал, то энергия перенаправляется, она размикает это кольцо, и она пытается, путь, сейчас второе кольцо, но так как второго конца оно не будет открыто, оно будет притягивать любую другую массу, и при этом выполнять какую-то работу. То есть, у меня эту массу, то же самое, как, скажем так, американцы, которые сделают, у них примерно то же самое, что я делаю в России. Продолжение следует... 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 Да, запасало... Потому что там самarzаслил. Да, он думает, что... Мы могли просто очень маленьким расстоянием притягивать... Ну, большую массу. Очень маленькое расстояние. Примерно там от 5-10 мм. То есть, представьте, что... И он для этого может потянуть тон. Там, 400-400 тонн. Представляете, что он может потянуть? Он, притягивающий вот, скажем так, как непосредственно, может быть, в какой-то линейке, там, конечно, емало и больше, не важно, что он притянет, он притянул, но он раскручит большую массу этого маховика, у которого, я не знаю, вес, несколько килограмм, и спасая эту энергию на следующий оборот. То есть он может эту энергию накапливать в этом маховике. Привет, я Денис Данцык, директор по инженерии и ученым здесь, в корпорации «Веденная энергия». Добро пожаловать в наш национальный учебный центр здесь, в Скоттсдейле, штат Аризона, где мы на 100 живем, и выставлены здесь с нашим лабораторным прибором «Кристалл позади меня» в отдельной лабораторной комнате здесь, прямо в прекрасном Скоттсдейле, штат Аризона. У нас есть отличный день, чтобы сделать это. Все, что мы сейчас делаем, происходит в прямом эфире, так что ты можешь увидеть, как мы перезапускаем. Ты можешь увидеть несколько ошибок, но мы здесь, чтобы дать тебе первую из серии четырех презентаций по магнитному движению, некоторые основы того, как это работает, и в основном ответить на некоторые вопросы, которые мы также видели в интернете. Некоторые очень замечательные, вы знаете, это просто несколько замечательных вопросов, которые нам задавали здесь, в национальном учебном центре, где мы проводим экскурсии почти, почти ежедневно. То, что ты видишь позади меня, это отдельное лабораторное помещение. Ты можешь видеть эти кристаллы внутри. Итак, я собираюсь подойти туда, и мы проведем тебя через всю лабораторную комнату, а затем мы выйдем и начнем проводить некоторые демонстрации того, как мы запускаем двигатель и некоторые из его характеристик. Опять же, это первый. Это первый. Мы собираемся сделать эти маленькие укусы, потому что все делают эти маленькие укусы. Так это все. От 15 до 20 минут. Значит, все это началось. От 15 до 20 минут. Они начнут с самого простого, и они будут продвигаться вперед, а в финале они будут продвигаться вверх. Их действительно представят, чтобы познакомить с тем, как они работают, и как вы можете лучше формулировать вопросы. Ты можешь лучше сформулировать некоторые вопросы. Надеюсь, это хорошие вопросы, справедливые вопросы, и мы будем такими. Так это и есть кристалл. Это весит, он весит примерно 2022, извините, 1212 фунтов. А этот маховик, который на 100% сделан из акрила, весит 622 фунта. Он приводится в действие этим ослабителем магнитного поля, и я собираюсь показать тебе, как это работает, показать тебе все детали его работы. И я начинаю немного держаться здесь. Конечно, мы в прямом эфире. Сейчас немножко, ребята, отвлекусь. То, что трансляция идет вот у них на канале, и параллельно... Как будто у нас все в порядке. Опять же, это внимание здесь. У нас на нем примерно 60 фунтов массы. И я проведу тебя по каждому сегменту двигателя, и объясню, как он работает, и что мы можем тебе рассказать. Конечно, здесь у тебя много чего есть. Видишь ли, есть коммерческие секреты, на разработку которых ушло десятилетие. Эта технология была запущена в 2009 году, и мы начали создавать реальные физические модели в 2010 году. Итак, как ты можешь себе представить, у нас есть много времени, усилий и денег людей, вложенных в магнитное движение. И, конечно же, мы не просто собираемся раскрыть каждую его часть, но мы здесь, чтобы представить ее. Мы хотим показать тебе, что он может делать, чего он не может делать, и, возможно, способствовать немного лучшему пониманию этого по мере того, как мы выводим на рынок все больше и больше коммерческих моделей. Давай вернемся в диспетчерскую. Так это и есть диспетчерская. Здесь довольно тесно. Это панель управления Crystal, на которую я собираюсь указать на некоторые различные функции, которые очень, очень легко понять. Я думаю, что наша камера немного задержалась с этим. Я просто собираюсь проверить. Хорошо, итак, еще раз добро пожаловать в диспетчерскую. Прямой эфир. Итак, у нас здесь будут небольшие неровности и зазубрины, тем более, что это наш первый раз, когда мы тебя привели. Случайно проползли. Это наш ваттметр, наш измеритель мощности, который отображает наше напряжение, нашу силу тока и нашу мощность, которые мгновенно используются аттенюатором. Это наши тахометры. Верхний токсометр предназначен для нашего генератора переменного тока, нижние токсометры для самого маховика. Последний счетчик здесь, это выходной счетчик, который отображает то, что выводится. Сегодня мы собираемся использовать кристалл только до 5-3 вольт, так что на самом деле мы будем использовать контроллер заряда. И просто чтобы показать тебе, что мы развиваем напряжение, сегодня мы собираемся зарядить мобильный телефон. В следующих последовательностях ты увидишь и узнаешь, как именно мы заряжаем или наращиваем емкость в системе, которая заботится о каждом отдельном здании, человеке или домах, в которых мы нуждаемся. Так, давай вернемся в кристалл. Я собираюсь представить прямо сейчас нашего инженера-электрика, мистера Винса Мелли. А вот и Винс, и сегодня он будет контролировать время, а именно, на самом деле, это приборная панель и ключ сжигания. Опять же, в этот движок не встроено абсолютно никакого интеллекта. Это в основном аналог. Все наши коммерческие двигатели, очевидно, являются высокопрограммированными частями оборудования. То, что мы пытаемся здесь сделать, это показать, что мы развиваем силу за счет магнетизма, который вызывает угловой момент и маховик. А затем мы можем отключить эту энергию, включить генератор и в основном создавать конденсаторы, заряжать батареи, конденсаторы, все, что пожелает заказчик. И мы можем сделать это с очень, очень высокой скоростью передачи. Мы вернемся в кристалл. Я объясню там некоторые особенности. Итак, я, это то, что мы называем нашей камерой от Энаатор. Я собираюсь потратить здесь всего минуту, чтобы установить другую камеру, которая даст нам вид на кристалл сверху вниз. Просто сделай мне один второй. Спасибо тебе. Хорошо, поехали. Итак, эта камера, которую я только что установил, даст нам хороший обзор кристаллов сверху вниз, чтобы вы могли увидеть, как мы начали, и показать, что магнитная сила на самом деле приводит в движение маховик. А затем мы сделаем несколько движений камеры здесь на камерах, которые мы установили, чтобы вы могли увидеть, как эта штука работает на самом деле. В нашей следующей передаче у нас будет возможность разделения экрана, чтобы мы могли получить немного больше фактических подробностей о деталях времени, что, возможно, немного облегчит понимание. Итак, я собираюсь начать с объяснения пары особенностей кристалла. Это не сильно отличается от наших коммерческих двигателей. Это маховик, как я объясняю, и он в основном магнитно левитируется. Это будет катиться в каждом направлении. И как ты уже видел, если ты смотрел Кристалл Беги в прямом эфире, как мы последние пару недель, ты заметишь, что ничего не трогает. Значит, на той стороне ничего нет, на этой стороне ничего нет. А это коробка с аттенюатором. И у меня здесь есть фонарик, который я собираюсь показать тебе, что как ты можешь видеть через этот промежуток, между коробкой аттенюатора и самой Кристалл абсолютно ничего не соприкасается. Это все воздух. У меня здесь есть удобный листок бумаги, который я могу просмотреть, просто чтобы показать тебе, что между маховиком и коробкой аттенюатора ничего не соприкасается. Так что же делает эта коробка с аттенюатором? Ну, это контролирует то, что мы любим называть энтропией в системе. Значит, все магнитные системы до этого момента имеют точку. Многие люди называют это липким пятном. Многие люди называют это точкой обратного хода. На самом деле происходит то, что ты сталкиваешься с противоположным полем, и наша технология преодолела это. И я собираюсь показать тебе, как это работает само по себе. И как ты можешь видеть, сейчас это ослабевает. Значит, кристалл действительно движется, если я... Если я правильно ослаблю магнитное поле. Так вот, что делает эта рука. А затем мы покажем тебе на внутреннем счетчике, что это потребляет в среднем всего около 20 ватт. И это всего на 0,2 секунды. Значит, он включается через этот очень, очень маленький, маленький шаговый двигатель. Это ослабляет магнитное поле. Мы называем это сгибанием или отжиманием, как мы это называем. И что происходит так это то, что магнитное поле изгибается, создает силу, действующую на маховик, и индуцирует угловой момент в маховике. И ты увидишь, что сегодня он работает со скоростью около 35 оборотов в минуту. Мы собираемся запустить его довольно низко, и мы неуклонно увеличиваем скорость кристалл, учитывая тот факт, что у нее акриловый главный вал. И мы, очевидно, не хотим ломать наше лабораторное устройство. Но в течение следующих нескольких недель ты увидишь, что он будет работать все быстрее, а затем все выше и выше. У нас также есть несколько университетских профессоров, которые приезжают со всей территории Соединенных Штатов, и один из-за рубежа. И мы хотим убедиться, что мы поддерживаем это. Чтобы это и другие устройства, с которыми вы познакомитесь в течение следующих нескольких недель, действительно дожили до даты их тестирования, потому что некоторые из этих людей путешествуют из большого расстояния. Так это и есть настоящее магнитное поле. Я хочу немного рассказать тебе об этом. Почему они такие вытянутые? Ну, по нескольким причинам. Во-первых, мы не хотим отказываться от нашей географии. Другими словами, мы не хотим отказываться от разработанного нами паттерна, паттерна магнитного поля или уровня ГОСа. Все это относится к энергии индуктивности. Вторая вещь заключается в том, что мы не хотим отказываться от нашей геометрии, нашего магнитного топлива, которое представляет собой действительно большие магниты, похожие на редкоземельные, но лишенные пары этих характеристик. Номер один. Мы не используем центрированный продукт, поэтому мы не можем использовать магниты, такие как неодимовые магниты, хотя они сейчас очень популярны и, очевидно, принесли нашему миру много пользы. Мы не можем использовать эти магниты, потому что они центрированы. Другими словами, есть группа порошков, которые уплотняются под высоким давлением. Проблема в том, что когда они испытывают давление, когда они испытывают какой-либо шок низкого уровня, они буквально превращаются в пыль. Итак, мы разработали способ экструзии нашего топлива, чтобы его хватало надолго. Итак, мы защищаем географию того, как наше топливо загружается в наши маховики и геометрию фактической формы самого топлива, которая очень, очень уникальна. Так это 10 лет спустя. У него только две должности. Это исходное положение или положение привода. И ты можешь видеть, что эта группа прямо здесь отличается цветом от других групп. Это то, что мы называем нулем, и оно отмечено здесь, и я собираюсь повернуть его по кругу. И тогда у нас здесь есть отправная точка другого цвета. Ты увидишь это, когда я переключу камеры. И если я доберусь до этой отправной точки, я просто собираюсь подтолкнуть ее здесь. Ты знаешь, я прямо здесь и сейчас оказываю на это давление, потому что оно ослабевает. Если я отпущу, и я просто отпущу это, она начнет процессию. И она делает это сама, если извинить за женский термин. Значит, маховик теперь включен от магнитного поля. Если я подожду, пока он приблизится к точке, которую мы называем точкой энтропии, которая приближается, все, что мне нужно сделать, это вы увидите, что он движется и ускоряется сам по себе. В этот момент все, что мне нужно сделать, это ослабить поле, и оно развернется. И ты увидишь, как оно ускоряется. Теперь я возвращаюсь в то же положение и позволяю ему работать. Каждый раз, когда я делаю это как цилиндр автомобиля, я собираюсь набирать скорость. Кристалл будет продолжать набирать скорость. Я ослабеваю, и как ты можешь видеть, я просто снова увеличил обороты. Хорошо, сейчас я покажу тебе это сверху, чтобы ты мог понять, как это работает. Как только он запустится, он будет проходить мимо этого бугорка, этого липкого пятна, этой точки энтропии, которая позволяет нам продолжать накачивать магнитную силу в маховик, увеличивать угловую скорость, а затем получать и извлекать из него некоторую энергию совершенно уникальным способом. Так что позволь мне переключить камеры на нашу вертикальную камеру, и я покажу тебе это снова. Итак, здесь ты можешь видеть, и надеюсь, это ясный обзор. Это то, о чем я говорил в ноль. Это базовая часть, та, которая была другого цвета, и ты видишь, что на ней есть маленькая красная точка, а потом этот черный. Итак, это наша отправная точка на колесе, и это создает давление. Так что если я немного оттяну это назад, это будет похоже на небольшую резинку. Я могу прямо здесь указать на это пальцем, а потом могу идти дальше. Если я отпущу это в этот конкретный момент, это начнется. И как ты можешь видеть, кристалл начинает сама. Мне вообще не нужно вкладывать в это никакой силы. Это начнется и ускорится само по себе. Я собираюсь спуститься сюда и ослабить это в нужном месте. Так что сейчас он будет крутиться здесь со скоростью около трех оборотов в минуту сам по себе. Значит, все вернется на круги своя. Я собираюсь ослабить это, чтобы дойти до этого момента. Ты увидишь, как это ускорится. Тогда я положу это обратно, и это сделает еще один раунд. Итак, теперь мы разогнались примерно до шести оборотов в минуту, всего за два оборота. Все возвращается на круги своя. Вот в чем дело. Я замедляюсь и снова ускоряюсь. Все это делается без перемещения магнита и вообще без подачи какой-либо энергии в систему. Возвращайся, ослабевай. Я буду ускоряться каждый раз. Так что теперь мы вернемся к камере ослабления. Я здесь. Хорошо. Хорошо, мы вернулись сюда, к затуханию. Надеюсь, это даст тебе представление о том, как кристалл воспринимает магнитное давление. Опять же, это магнитная сила. Если ты спросишь меня в этот конкретный момент, верю ли я в это больше, чем в единство? Ответ, нет. Я твердо верю. Я опытный промышленный инженер, и я работаю ученым уже 35 лет. Я твердо верю в сохранение энергии. Вторая вещь, это вечный двигатель. Верю ли я в вечное движение? Ну, в это ни во что верить. Просто никто еще этого не делал. Так что, если кто-нибудь сделает это в будущем, я был бы очень рад за них. Этот конкретный маховик работает, как ты можешь видеть, от магнитной силы. Я не ослабил это время. Так что же делает кристалл? Резервное копирование, как и любая другая система, которую вы когда-либо видели, которая пытается управлять магнитной силой. Все так просто. Количество времени, энергии и работы, затраченных на это, неизмеримо с 2009 года, и как вы можете видеть, это работает каждый раз. Это очень, очень надежная система. Я сделаю это для тебя снова. Вот оно. Вот и точка затухания. Я ослабеваю, и все идет своим чередом. И это ускоряется. И мы можем делать это сотни тысяч раз. И теперь у нас есть коммерческие двигатели с более чем 4000 часами наработки на них. Так что теперь я собираюсь вернуться в диспетчерскую и показать тебе кое-что, пока мы с Винсом начинаем кристалл с нуля. Итак, мы будем использовать эту камеру, и я позволю режиссерам переключиться с этой камеры на вышеупомянутую камеру, чтобы вы могли видеть, как я начинаю с нуля, а затем мы покажем вам, что Винс делает внутри. Так, позволь мне пойти в диспетчерскую, посмотреть, как там дела. А потом мы вернемся сюда. Мы начнем с кристалл. Итак, здесь, в диспетчерской, Винс собирается выйти. Он будет часто стоять к тебе спиной, но мы позволим ему войти в кадр. Это ничего не повредит. А потом мы пойдем к ребятам с зум-камерой, если сможем. Опять же, мы в прямом эфире, так что это немного громоздко, так что ты сможешь увидеть. Главная фишка, это наш генератор переменного тока, который работает также с магнитным приводом. Если ты смотрел шоу в прямом эфире последние пару недель, просто пойми, как это делается. А потом это сама кристалл, маховик, который приводится в движение магнитной силой. Вот измеритель мощности с напряжением батареи, силой тока и ваттами. Теперь, если у тебя действительно отличное разрешение в этом конкретном случае, и мы будем улучшать это в следующем на следующем шоу, это не киловатты. Так что, когда ты увидишь 30, это будет 30 ватт. Десятичные дроби закончились, потому что это отображается в киловаттах, и мы не можем изменить их. Это счетчик энергии АКО, и мы не собираемся проходить через Ригамарала, меняя это. Значит, ты сам можешь сделать упрощенную математику. Это очень, очень легко сделать в данный конкретный момент. Так что ты можешь посмотреть это, а потом мы ведем его в курс дела, а затем покажем тебе контроллер заряда на следующем круге. У нас будет отдельная камера на контроллере заряда на предстоящих выставках, которая покажет вам разницу между зарядкой и потреблением, которое находится здесь, и сегодня вы увидите, вероятно, около 30 или 35 ватт. Пик? Разве это неверно примерно для 2 десятых второго? Так что, когда кристалл совершит один оборот, ты увидишь, что он потребляет энергию всего на 2 десятых секунды. И это всего лишь около 30 ватт на 2 десятых секунды. Так давай заставим ее начать снова. Это все прямой эфир, так что у нас может быть парочка из них. Все это аналоговая система, но мы сделаем все возможное, чтобы запустить ее с первого раза. Итак, поехали. Я собираюсь достать кристалл. Как я уже объяснял, я должен выяснить, на какой камере я нахожусь. Хорошо, мы на этой камере. Так что я собираюсь пойти дальше и сказать тебе еще раз. Это ноль. Ты видишь, здесь другой цвет. Этот бронзовый. И вот моя отправная точка здесь. Я собираюсь занять позицию, и если ты сможешь переключиться на верхнюю часть, как ты можешь видеть с этой камеры, я нахожусь в своей исходной позиции. Там не происходит никакой активности, и у меня нет никакого сопра. Все, что мне нужно сделать, это поднять палец, и мы надеемся, что кристалл начнет самостоятельно. И опять же, это то, что здорово в прямом эфире. Позволь мне вернуть его еще раз. Хорошо, теперь он запущен, и мы должны разогнаться примерно до 3 оборотов в минуту, и мы готовы к работе. Будем надеяться, что это начнется с первого раунда. Хорошо, и вот оно у нас есть. У нас есть энергия, так что мы вернемся в диспетчерскую. Взгляни на циферблаты, когда мы набираем номер. Камера на панели. Хорошо, как вы можете видеть здесь, на первом круге, мы попали в нее. Мы на скорости 4-5 оборотов в минуту. Винс собирается медленно, очень-очень медленно увеличивать частоту шагового двигателя. Ты можешь посмотреть, как разряжается батарея здесь. И ты увидишь, как он медленно начнет подниматься сюда. Немного быстро. Вот ты опять. Наберись немного терпения. Это действительно требует немного времени, чтобы закончить. Ты хочешь очень быстро попасть в кадр номер один. И так, как ты можешь видеть, кристалл сейчас запускается. Шаговый двигатель работает только один цикл за оборот. И мы отведем тебя обратно и покажем тебе этот счетчик. А теперь мы вернемся в диспетчерскую пульту. Камера. Панель, камера. Теперь ты видишь, что мы разогнались до 7 оборотов в минуту на кристалле, и генератор начнет работать здесь всего через минуту. Значит, в тарелке накапливается достаточный эффект. Итак, теперь у нас есть достаточный эффект линзы, созданный в пластине, которое теперь начинает подниматься, как вы можете видеть, очень быстро. И если ты находишься на земле и работаешь в то же время, ты можешь видеть, как ускоряется генератор переменного тока. Итак, мы просто приближаемся примерно к 2 к 1, и Винс продолжит увеличивать скорость. Это займет примерно 5 минут, пока мы не достигнем скорости напряжения, которая составляет около 30 оборотов в минуту. И пока мы ускоряемся, мы сделаем несколько различных снимков с камеры, а затем вернемся к этому. Как ты видишь, мы уже почти превысили. Вот так. Теперь нас двое к одному, так что генераторы переменного тока 2 к 1 над двигателем Земли вероятно становятся немного более агрессивными из-за этого. Хорошо, так что давай просто начнем переключать камеру, чтобы все могли видеть. Так, друзья, пока у них звук... Из вариантов переводано. Я показываю, что идет трансляция сейчас на их сайте, то есть там, где двигатель вот этот сам магнитный, да, и показывается трансляция на сайте. Переводится как загрузка этого. Как и говорилось, что 30 числа будет презентация. В общем, на фоне вот мы видим презентация идет, а вторым окном я, собственно, открыл как раз-таки онлайн стрим. То есть вот он, пожалуйста, как раз-таки рассказывается. То есть вот, то есть никакая это не гифка. Это еще раз подтверждение тем, кто не верил, что на сайте стоит зацикленное видео, где этот генератор просто в комнате крутится, да, как бы гифка. Но это ни хрена не так. Так что это просто. Тут вот показатели, короче, вот тут, по-моему, обороты, тут генератор. Хорошо. Мы вернулись к нашей панели, и как ты можешь видеть, сейчас мы разгоняемся до 14 оборотов в минуту и значительно превышаем 30 на генераторе переменного тока. И мы будем продолжать наращивать мощность. Этому нужно будет набрать около 30, и тогда мы сможем показать тебе контроллер заряда. Так что прямо сейчас наша батарея держится на уровне 20. Это чуть больше 25 вольт. Ты можешь видеть там, что мы используем усилитель для разделения второго, и ты можешь видеть нашу мощность здесь. Похоже, что наибольшее число, которое мы набрали, составляет 36 ватт. И опять же, эта кривая выглядит так. И это всего 2 десятых второго наверху. А потом она отваливается. В остальное время, когда маховик работает, он не использует никакой энергии, поскольку ускоряется здесь магнитной силой. И мы останемся на этой панели. Кэм. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, мы как раз собираемся выйти на 20 оборотов в минуту. И как ты можешь видеть, мы приближаемся к 50 оборотам в минуту на генераторе переменного тока. Хорошо, мы будем вентилятором в минуту на генераторе переменного тока. И просто чтобы некоторые из вас не знали, может быть, не знают, откуда берется разница. Поскольку кристалл здесь ускоряется, и мы приближаемся к нашим желаемым рабочим оборотам, то есть мы находимся всего в минуте от того, чтобы это произошло. Он получает свой дифференциал привода отсюда, с этой пластины объектива. Этот генератор переменного тока никоим образом не касается этой пластины, и вы можете видеть это крупным планом на двигателе Земли вживую. Но ты можешь сказать, что здесь есть дифференциал, примерно 18-дюймовая пластина, приводящая в движение 3,5-дюймовую шестерню. И все это делается магнитно с помощью магнитной силы, создавая вихревой ток и пластину, а затем приводя в действие генератор переменного тока. И мы возвращаемся сюда примерно с 60 фунтами массы. Так вот где возникает разница. И ты увидишь устойчивые на этих скоростях примерно 3 к 1. Значит, у тебя есть увеличение скорости. Если бы Crystal ехал на 30, ты бы увидел, что генератор вращается на 90. Генератор переменного тока в данном случае, который мы установили на Crystal, это очень недорогой китайский генератор переменного тока, мощностью 100 Вт. Мы извлекли очень недорогие подшипники и установили комплект ЭВ, чтобы мы могли поддерживать эту штуку в рабочем состоянии в течение достаточно длительного периода времени. Так что мы вернемся в диспетчерскую, переключимся на панель. Кэм, мы почти на скорости. Хорошо, как ты можешь видеть, сейчас мы приближаемся к 22 оборотам в минуту. Мы здесь почти на уровне 60, так что мы приближаемся к нашей разнице в 3 к 1, и это то, что мы ищем. И ты можешь видеть здесь. Потребляемая мощность не изменилась, поэтому напряжение батареи осталось прежним. Наша сила тока чуть больше 1 ампера, но, конечно, это всего на 0,2 секунды. И тогда наша мощность здесь выглядит так, как будто мы попадаем. Есть 38, есть 29, есть 34, есть 2834 и так далее. И опять же, это только на долю секунды, и это только один раз за оборот. Другая революция, это когда мы на самом деле набираем скорость и фактически выпускаем продукцию. А теперь ты видишь, что мы превысили 60 оборотов в минуту. Хорошо. И вот ты видишь, что он поднимается на 24 оборотах в минуту при 65 оборотах в минуту на нашем генераторе переменного тока. Все то же количество потребления. Как ты можешь видеть, не прыгает, потому что все, что мы в основном делаем, это ослабляем магнитную силу один раз за цикл. После каждого оборота переключайся обратно на затухание. Как ты можешь видеть, мы постоянно ускоряем затухание, которое происходит только один раз за каждый оборот. И на данный момент мы действительно начинаем получать некоторое движение от маховика. И помни, все это движется под действием магнитной силы. Нет абсолютно никакой связи между каким-либо из этих устройств, на которых, очевидно, есть очень маленькие провода, и самим маховиком. А маховик на 100% сделан из акрила, и мы действительно можем видеть вниз с помощью вертикальной камеры. Так что я собираюсь заставить их переключиться на вертикальную камеру, просто чтобы ты мог получить представление о том, насколько прозрачен кристалл на самом деле. Я буду передвигать его вручную по вертикали. Итак, мы были здесь, чтобы увидеть начало. Я собираюсь пойти дальше и забрать эту камеру. Я буду очень осторожен, просто чтобы дать тебе представление о том, как выглядит кристалл внутри. У нас там хорошая фотография. Хорошо, похоже, у нас есть хорошая фотография. И я просто немного откину это назад, чтобы ты мог хорошенько рассмотреть. Там абсолютно ничего не связано. А потом, если ты посмотришь, если ты понаблюдаешь за своим двигателем вживую, ты увидишь, что с двигателем вообще абсолютно ничего не связано. И я постараюсь спуститься сюда, чтобы ты мог видеть все насквозь. И, надеюсь, это хорошая картина. И ты можешь видеть, что с этой стороны абсолютно ничего не подключено, и ничего не подключено, только блок аттенюатора, который создает магнитную силу. Хорошо, мы вернемся к камере ослабления. Значит, мы почти набрали скорость. Я собираюсь вернуться к панельной камере, и надеюсь, на данный момент у нас есть сок, переходящий к контроллеру заряда. Да, вот так. Давай. Как ты можешь видеть, мы почти достигли того места, где мы хотим, чтобы кристалл был, а это около 30 оборотов в минуту. Мы добрались туда благодаря магнитной силе, и мы почти достигли 85 здесь, так что мы очень-очень близки. Давай. Здорово. Итак, теперь мы превысили 30 оборотов в минуту здесь, и мы приближаемся к 90 здесь. Нам нужно, чтобы это достигло примерно 95, прежде чем я переключу управление зарядом. Итак, мы проходим через 31 оборотов в минуту здесь, 93 оборотов в минуту здесь. Мы почти дошли до самого низкого уровня заряда. Как ты видишь, батарея остается стабильной. Сила тока все та же, примерно одна единица. Немного снизился, потому что маховик теперь вращается быстрее. И тогда ты можешь увидеть нашу мощность здесь 28 2936. И опять же, это не читается мгновенно, так что это довольно резкая кривая. Но как ты можешь видеть, это происходит в течение очень-очень короткого периода времени и только один раз за цикл. Итак, мы проходим 97 год. Ты, вероятно, не сможешь очень хорошо разглядеть контроллер заряда. На нем действительно есть подсветка. Мы работаем над тем, чтобы сделать это лучше. На самом деле у меня здесь есть один из моих мобильных телефонов. У этого действительно есть USB зарядное устройство на нижней части. И подключи его так, чтобы ты мог это видеть. Ключи зарядное устройство на телефоне. Это. Пусть этот телефон снизится примерно до 10% и все. Так что сейчас он находится в режиме зарядки. И на самом деле он заряжается от земного двигателя. И мне придется прочитать это для тебя. Но у нас действительно есть. Мой телефон на самом деле тянет около 0,4 вольта. Мне очень жаль. 0,4 ампера. Я прошу прощения. Меня только что поправил мой инженер-электрик. Как ты видишь, это движется. Мы посмотрим, как быстро это сработает. На самом деле я включил его раньше. И он двигался прямо вперед. И наши батареи держались ровно. У нас сейчас 0,4 усилителя. От 0,4 до 0,5 усилителя. И примерно 5,4 вольта, что безопасно для моего телефона. Следующая пара программ на самом деле будет увеличивать скорость кристалла, которая сейчас приближается к 35. Так что если ты немного разбираешься в математике, как я, ты можешь перейти к калькулятору энергии маховика и получить количество драгоценных камней. Так что помни, кристалл весит примерно 622 фунта и движется со скоростью около 33. Мы собираемся повторить это снова. Мы немного забежали вперед. Как ты можешь видеть, я уже набрал 11%, и я позволю им перенастроить это время, и я снова переключусь на первую камеру. Поэтому мы надеемся, что это небольшое краткое введение в магнитное движение стоило твоего времени. Мы прикладываем много усилий, чтобы делать подобные вещи, и мы, очевидно, инженеры и ученые. Мы не телевизионные личности, так что все идет не так гладко, как мы надеемся надеяться все время. На следующих трех шоу мы собираемся показать вам весь путь от кристалл, работающего здесь при таком типе оборотов и таком типе выходной мощности. Плоть до нашего коммерческого двигателя, который мы сейчас производим, Model 30 Force и Model 36, которые, я думаю, вам будут очень интересны. В том, чтобы видите, как они работают, а также их входы и выходы в режиме реального времени. Мы также познакомим тебя с некоторыми специалистами в области науки, которые приходят в качестве третьих сторон, которые заинтересованы в магнитном двигателе и заинтересованы не только в описании того, как это работает, но и в математическом объяснении того, почему это работает. То, что ты видишь там, это угловая скорость, которая полностью индуцируется магнитным полем. За то, что мы считаем, это первый раз в истории. Мы ценим, что ты настроился. Мы очень благодарим тебя за потраченное время, и мы вернемся к тебе примерно через две недели со следующей частью этой четверки. Спасибо большое.